Одним из первых в России начал собирать пословицы и поговорки Иван Михайлович Снегирёв. В 30-е и 40-е годы XIX века он выпустил две книги – «Русские в своих пословицах, рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» и «Русские народные пословицы и притчи». Самый известный собиратель пословиц, безусловно, Владимир Иванович Даль. Его труд «Пословицы русского народа» содержит около 32 тысяч фраз, представляющих малые жанры фольклора – пословицы, поговорки, речения, пресловия, чистоговорки, загадки, поверья и прочее. Заслуга Дали ещё и в том, что он сгруппировал все тексты по тематическому принципу. Это позволило представить отношения народа к разнообразным явлениям жизни, превратило сборник пословиц и поговорок в подлинную книгу народной мудрости. Пословица – краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл, заключающее в себе законченную мысль, житейскую мудрость. Например, «Дело мастера боится». Поговорка – часть суждения, простое иносказание, но без заключения, иногда может быть первой частью пословицы. Например, «Смелому и море по колено». Некоторые пословицы и поговорки живут века, переходят от поколения к поколению, от народа к народу. Некоторые устаревают вместе с бытом. Например, современным людям совершенно непонятно пословица. «Запел комаром, осел томаром». «Тамар – стрела с тупым костяным наконечником для боя соболя, куницы, горностая». Значит, пословица говорит о человеке, который сильно преуменьшает на словах то, что задумал сделать. Аналог пословицы. «Мягко стелит, да жестко спать». Пословицы продолжают рождаться. Прежде всего, багаж пословиц пополняют писатели. Меткие авторские выражения подхватывает народ и применяет их для выражения своих мыслей наряду с народными пословицами и поговорками. Такие авторские пословицы называются афоризмы. Например, «Гений и злодейство – две вещи несовместные». «Тот самый пустой человек, кто наполнен собою». «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее». Спасибо за просмотр! Спасибо вам! Спасибо.